Дорогой брат, я не буду использовать твое настоящее имя, но это невероятная возможность и привилегия для меня лично, потому что я знаю тебя уже три с половиной года с того момента, как ты решил принять Иисуса как личного спасителя в свою жизнь. Поскольку у тебя мусульманское происхождение и религиозная семья, я хочу спросить, что сделал для тебя Мессия? Что тебя привлекло в нем, несмотря на твое мусульманское происхождение и то, что ты из Гази? Мы знаем, что в Гази много религиозных мусульман и у них другой менталитет, чем у многих людей здесь. Где ты нашел эту смелость? И что привлекло тебя в Иисусе? Я хотел бы узнать это. Прежде всего, то, что привлекло меня в Иисусе, это то, что до этого дня, в течение 2021 года, Он ожидал, что я приду. Я изначально оставил ислам, потому что я взвешивал, стоит ли следовать за кем-то, кто говорит, что он пророк, Мухаммедом и кем-то, кто ждал меня до этого дня. Мухаммед умер и покинул нас, но Господь Иисус Христос все еще ждет меня вплоть до этого дня. Что меня больше всего привлекло в Мессии, это его учение о любви, которую он заповедал нам. Например, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ислам не говорит об этом и не учит такому. Ислам учит око за око, зуб за зуб. Ислам не учит нас прощать, но скорее убивать. В вере же тех, кто следует за Господом Иисусом Христом, у нас есть заповедь прощать и молиться за тех, кто преследует нас. Ударившему тебя по щеке, подставь и другую. Потому хождение в христианской вере очень изменило мою жизнь. В прошлом я был жестоким человеком. Мои мысли были спутаны, и я не понимал, для чего живу. Но вера в Иисуса дала мне понимание смысла жизни. Моя жизнь приобрела значение. Расскажи мне, какими вещами ты занимался в прошлом, которые беспокоили тебя и были бременем для тебя, и которые ты прекратил делать. Какие важные перемены Иисус произвел в твоей жизни? Перемены? Сказать тебе честно, я... Я начал любить всех. Я перестал быть агрессивным, как раньше. В прошлом я был таким, что я любил ближайших членов семьи. Свою маму, жену, брата и так далее. Но когда я уверовал в Иисуса как Господа и прочитал такие стихи, как «Если любите любящих вас, какая вам зато благодарность?» «Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность?» Я начал любить всех, когда понял эти стихи. Я осознал, что должен любить всех, даже моих врагов. На самом деле, если Господь Иисус сказал нам «молитесь за обижающих вас и гонящих вас», действительно, если мы молимся за них, любим их и желаем им добра, это показывает им, что наша вера основана на любви. В Исламе, как я говорил тебе, брат, мы были как машины. Молись, исполняй закат, благотворительность, постись и всё. То есть исламская вера основана на внешних делах, а не на внутренней духовности. Речь не о том, чтобы ободрить нас духовно, а просто совершать эти внешние действия. Почему? Не спрашивай. В начале своего пути я спрашивал многих шейхов о толковании одного стиха. И до сих пор они не смогли объяснить его. Этот стих из Корана говорит. Однако они не убили его и не распяли, а это только показалось им. Никто из шейхов не объяснил его. Некоторые из них отвечали словами. «О, те, которые уверовали, не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны». Это стих из Корана. Ответ других был таков. «Не говори об этих вещах». Другие говорили, «Ты сомневаешься в своей религии». Третьи. «Ожидай нашего ответа». И это величайшие шейхи во всём секторе Газа, говорящие «Ожидай нашего ответа». И до сегодня я жду их ответ. Ободряя то, что в Коране мы видим всего один стих о Мессии, который говорит, что он не был распят или убит. Или они не убили его и не распяли. Но мы видим десятки других стихов в Новом Завете, говорящие о распятии Мессии, о страданиях Мессии. И десятки раз сам Мессия провозглашал и говорил, «Я должен быть предан в руки язычникам на распятие. И я воскреснул в третий день». И мы видим, что история подтверждает эти слова о распятии. Кроме этого, мы также видим, что библейские пророки говорили о страданиях, через которые должен пройти Мессия. И мы видим, что это исполнилось во Христе. Как я сказал, этот стих полностью сам по себе, как сирота без папы или мамы. Он не основан ни на чём. Просто об этом нельзя спрашивать. Я хочу спросить тебя, дорогой брат. Ты не просто вырос в религиозном окружении, но ты сам был религиозным в определенный период своей жизни. Да. В течение примерно двух с половиной лет я был членом группы Аль-Давад. И мы ходили из мечети в мечеть, проповедуя во имя Ислама. В течение этого периода, двух с половиной лет, я был в этом обществе Аль-Давад. Я покинул свой дом, чтобы ходить с ними из мечети в мечеть, призывая людей больше посвятить себя Исламу. Но не потому, что мы были убеждены, но машинально. Молись, постись, давай милостыню. Но почему? Никто не знает. Говорят, молись, чтобы служить Богу. Но Бог не желает пустых молитв без веры. Нет. Бог есть любовь. Сегодня, после того, что ты два с половиной года занимался Адавадом, и ты был активным, и ты также был воспитан в религиозной семье, какое влияние оказало то, что ты оставил свою веру и принял абсолютно другую веру. То есть, сегодня ты веришь в то, что Иисус — Сын Божий, и что Он умер на кресте за твои грехи. Он победил смерть и воскрес из мертвых. И ты веришь, что Слово Божье истинное и не искажено. Но какова же реакция мусульман там, где ты живешь, на таких, как ты, если известно, что они верят в Иисуса так, как Я описал тебе? До того, как я уверовал, для меня было сложно, как для мусульманина, принять веру в Мессию, потому что наш закон шариата или наше общество, традиции и обычаи говорят, что мы должны оставаться в Исламе. Для меня было довольно сложно принять, что я перейду из одной религии в другую. Но когда я понял христианскую веру правильным образом и погрузился в нее, и узнал, что она основана на любви, и что Господь Иисус Христос искупил нас для Себя, я поверил в это, я оставил всю людскую болтовню, я не боялся никого, я поверил в него. И сегодня мне нравится делиться своей верой по всей Газе. Но разве ты не боялся отказаться от Ислама? Ведь там есть четкая позиция — неверных нужно убивать. Верно. Конечно, есть страх, но это страх от властей. Страх... Я пришел к пониманию, что это в мусульманской крови и в сердце Ислама. Убей лежит в самом сердце Ислама. Неверные должны быть убиты, так и есть. Но моя любовь к Господу Иисусу освободила меня от страха. Конечно, внешне я могу бояться, но внутри я свободен от страха. Я имею в виду, что я не могу публично заявить, что следую за Иисусом. Что я перешел из одной веры в другую. Что теперь Ислам — ложная религия в моих глазах. Или подобные вещи. Я беспокоюсь о внешней реальности, но внутри я не боюсь. Я верю, что Господь с нами. Ты уверен, что через твою веру в Иисуса как Мессию, Сына Божьего, ты спасен и идешь на небеса? Аминь. Абсолютно. Что ты хотел бы сказать молодым людям, людям твоего возраста? Каково твое послание после двух с половиной лет жизни, как посвященного мусульманина, который ты был активным в предыдущей религии? Моё послание молодым людям такое. Пришло время использовать свой разум и подумать самостоятельно хотя бы на минуту. Включите свой разум и задумайтесь. Самый простой вопрос, который я задал бы им. Вы последовали бы за пророком, который умер и оставил вас, или за кем-то, кто ожидает вас до сего дня, и который умер за вас, и воскрес из мертвых, и является вашим спасением от грехов, и вашим искупителем. И, как сказал Господь Иисус, «Если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной». Амэн. Ты сказал очень сильные слова, что кто-то умер и победил смерть, и что он ожидает, что каждый из нас обратится к нему. О чем ты мечтаешь? И я мечтаю о том, чтобы вернуться в Газу, и чтобы каждый, кто живет там, уверовал в Господа Иисуса как Мессию. И если бы они хотя бы немного задумались, они бы поняли, что правильно и что неправильно. Они бы поняли, что религия, которой они следуют, что этот ислам — это просто политическое движение, а не духовная вера, эгоистичная религия, которая любит саму себя. «Тот, кто не с нами, тот против нас». Если ты не мусульманин, ты должен обратиться в ислам. Если ты не обращаешься в ислам, мы убьем тебя. И в этом суть исламской веры, если хоть немного задуматься. В то же время христианская вера говорит тебе, «Исследуйте Писание». Суть не в том, что я оставил одну религию и нашел другую, и теперь следую новой религии. Нет. Но суть в том, что я отказался от тьмы и прилепился к истине и свету. Я иду по стопам Господа Иисуса Христа. Аминь.